Привет, я Березка. Ду-ду! Французский стартап Space Cargo Unlimited запустил бутылочку из карика в космос. Дело в том, что в Вене есть много разных микроорганизмов, и им интересно узнать, как они будут развиваться в условиях космической радиации и отсутствия гравитации. Другая компания еще в 2011 году запускала бутылочку из карика в космос, и тогда он провел на орбите целых два года, при этом состарился будто бы на пять лет. Но на самом деле русские делали это еще в 1971 году. Они протащили коньячок. Ну а сейчас пить в космосе нельзя. А в это время Яндекс разработал своего ровера и начал его тестирование между своими офисными зданиями. Пока что он только лишь доставляет документы, но он уже каким-то образом проходит в офисное здание, и я не знаю, по лифтам или он поднимается по лестнице. Ну, в общем, он доставляет документы. В дальнейшем они планируют доставлять этим ровером Яндекс с еду, а также заказы с лавки из Беру. Кстати, при разработке этого ровера, как говорят ребята, они заюзали много технологий от Автопилота Яндекс.Такси. Я не думаю, что этот ровер все-таки поступит в полноценное производство и начнет использоваться. Но... но... Наверняка там будет несколько клевых технологий, которые потом пойдут в другие продукты. Конечно же, вы этого не замечали. Но на самом деле, когда вы в офисе включаете микроволновку, чтобы разогреть нерыбную котлетку, Wi-Fi немножко проседает. Слабо заметно, вот еле-еле, но проседает. И вот Amazon получили патент, в котором описано, как связывать микроволновку и Wi-Fi так, чтобы в момент одновременной работы не было просадок по качеству. Все это применимо только к Wi-Fi 2,4 Гц. По-моему, было бы дешевле просто купить 5-герцовый Wi-Fi, а не делать вот этот протент вот с этим вот всем. Это уж дорого же, но... Ставьте лайки, отправляйте друзьям.